Всем привет! Приветствую всех на моем канале! И в этом видео вы увидите, как выглядят спальные районы в Польше, как живут обычные поляки. Также мы покажем район, в котором живем лично мы. Я надеюсь, вам будет интересно. Так что оставайтесь со мной, и мы начинаем! Так, ребята, вы, наверное, помните этот дом. Я его уже неоднократно снимал в своих видео. Это дом, в котором мы живем в Польше. Находится он в районе Старой Полещи. И в этом видео я бы хотел именно показать этот район. А нашу прогулку мы начнем с улицы Уонковей. Это та улица, на которой мы живем, собственно. Как вы видите, в данный момент проходят ремонтные работы, меняют коммуникацию, что я считаю очень хорошим делом. Правильно делают. А тут, в одном из своих старых видео, рассказывал, что в Польше достаточно много рекламы, которая очень яркая, и она не совсем гармонирует с улицей. И вот этому пример. Вот какой-то атлас, йога, и там много реклам фирмы. Хотя, с другой стороны, является это тоже, может, плюсом. Не сама реклама, а то, что предприятия находятся на месте старых фабрик, и не стоят заброшки. И вот там, вот за ним увидим, не стоят заброшки. А вот в старых фабриках открываются какие-то предприятия, фирмы, и старые фабрики не стоят пустыми. И это классно. Вот идут ремонтные работы и пешеходный переход в никуда. То есть, они не сделали никакую замену этому. И чтобы перейти дорогу, мы можем перейти в никуда. Могли бы сделать хотя бы какой-то пешеход в каком-то другом месте. Название района Старый Полеще. Граффити, который про это говорит. И вот мы видим примерно, как выглядит этот район. Какие плюсы мы видим? Это велодорожка, которая так очень странно сделана посреди дороги. Но все равно она есть, и это очень хорошо. А также вот эта новостройка. И как вы видите, она очень классно сделана, потому что вот эта передняя часть здания, она гармонирует с видом улицы. Она не сильно высокая, она идет так ступеньками. И я считаю, это круто. И так должны строить новостройки, а не так, как их строят у нас. Ну и, к сожалению, вот блок, здание, которое построено было во времена, когда Польша была коммунистическая, и которое все испортило. Кстати, вот прикольные маленькие знаки. Они не такие большие, они маленькие по размеру. И это очень круто. Это, кстати, знаки для велосипедистов. А вот этот... Это отвратительный пример советского наследия, который оставила коммунистическая партия Польши, нам до сих пор не существует. И по сравнению со всеми остальными зданиями выглядит очень... Очень не очень. Даже современное здание, как по мне, выглядит намного лучше. Тем более, посмотрите, сколько там зелени. Это круто. А тут перед нами видим очень крутое здание. Такая вот деревянная резьба на нем. Там она еще довоенная. Как вы видите, сохранилась в достаточно хорошем состоянии. Деревянные окна. И сделали ремонт крыши. И это очень классно. Классно, что такие здания они сносят. Кстати, в этом доме находится пасечная. Вот там вот видно улья. Желтенькие. И прям в городе тут добывают мед. Ребята, дальше мы вышли на улицу Королевска. То есть улица Королей, можно сказать так. Если переводить на русский. Как мы видим, улица достаточно интересная. Потому что... Контрастная, я бы сказал. Потому что с правой стороны дома достаточно низкие. Слева мы видим высокоэтажки. 16-этажные здания. Как видно, мы дальше идем вдоль улицы Королевской. И вот с левой стороны эта растительность. Она реально выступает как забор. Потому что вообще практически... Ну вот кроме этого момента. А так, то практически ничего не видно. Что происходит на дороге. И это выглядит очень круто. Плюс такая брусчаточка. Все достаточно хорошо сделано. Конечно, я не говорю про фасады домов. Фасады домов здесь очень разные. Есть дома еще со социалистических времен. Как, например, вот дом напротив. Пример социализма. Но что в нем хорошего? Это то, что, как мы видим, дом покрасили. Он не выглядит так отвратительно, как выглядят дома у нас. И примерно... Если бы тут были балконы, я скажу так. Они бы не были застеклены. Потому что здесь так нельзя. Снаружи дом должен выглядеть одинаково. Все, абсолютно все окна, они металлопластиковые. Они одинаковые. И я считаю, это очень круто. Как мы видим, перед нами новострои, апартаменты. Вот так вот они выглядят. Достаточно красивые дома с большими балконами. Что мне очень нравится. Ограждение у них это елки. И вот мусорники с раздельным мусором. Сегрегацией мусора. Итак, ребята. А сейчас я нахожусь в районе Кужина. Это тоже часть Полесья. И хотел бы вам показать, как выглядят дома, которые были построены в социалистические времена. То есть мы видим, это наши типичные хрущевки. Которые просто покрашены, где нет застекленных балконов. И они выглядят намного аккуратнее. И сейчас посмотрим, как выглядят дворы в таких домах. Вот видим, что этот покрашенный в какой-то зелененький цвет. Мы заходим в этот двор. Как мы видим, машины не запаркованы во дворе. Хотя есть 100% заезд. Вот так вот мило это выглядит. Смотрите, у нас даже в новостройках многих так нет. Мы видим зеленая зона. Вот у нас идут, получается, парадные. Дверь с окошком. Домофон, естественно. На фасадах, как мы видим, нет никаких кондиционеров. Все примерно одинаково. Все красивенько выглядит. И вот двор. Двор очень зеленый. Везде растут деревья. Да, может и не сильно ухоженно. Но при этом зеленая зона не запаркованных машин. У нас даже в новостроях многих так, к сожалению, но не делают. Мне тут не хватает лично в этом во дворе лавочки. Тут мы видим только эти перекладины, на которых можно бить ковер. Чистить ковер, получается. И все. А так, собственно, вот я в центре двора. Выглядит все достаточно неплохо, как я уже и говорил. Где запаркованы эти машины? Мы увидели, что дворы зеленые. Они без машин. Вот машины паркуются рядом. Вот этот дом, за которым этот зеленый двор, где я только что был. А машины паркуются вот вдоль этой улицы. Кстати, посмотрите, улица старая. Тут брусчадочка до сих пор. Да, она не в лучшем состоянии, но все же это очень мило смотреть. И видно, что раньше здесь было низкое построение, пока вот социалисты не начали строить эти дома в Польше. Дальше вот по такой вытоптанной славянской тропинке, которая... Тут должна была быть нормальная дорога, но тут сейчас вытоптанная тропинка людьми. Мы выходим на тротуар и видим тоже классную вещь. То, что вход в парадную от дороги отделяет такой огромный зеленый кусок. Такая огромная зеленая зона, ничем не застроенная, никакими магазинами. И это тоже очень классно. И впереди видим школу. Итак, ребята, и мы дальше продолжаем нашу экскурсию по району Старой Полесси. Мы сейчас находимся в таком интересном месте. Когда-то давно здесь были старые здания, но во время социализма в Польше, во время ПРЛ, здесь эти старые здания снесли и построили здания социалистические. Переходим дорогу. Как вы видите, не самое лучшее состояние всего. Вот, например, у нас такая остановка, даже не открытая, самая простая. И вот такой вот у нас песоход. Надеюсь, меня пропустят. Да, меня пропустили. Итак, что мы дальше видим? Во-первых, что мне очень нравится, это то, что велодорожка вот так вот обходит дом. И мы видим велодорожку и видим дорожку для пешеходов. Ее разделяет вот такая вот, получается, бордюрная плиточка. И вот мы идем дальше. Да, несмотря на то, что район достаточно небогатый, на то, что район достаточно простенький, все сделано очень красиво. Высажены деревья, сделана велодорожка. И между дорогой вот такая вот в камушках растут цветочки. Это все выглядит достаточно мило, достаточно прикольно. И за это надо поставить лайк. За то, чтобы у нас начали так делать инфраструктуру, так делать городскую среду. К сожалению, такое есть только в больших городах. У нас только это начинают делать, это очень медленными темпами. И надеюсь, совсем скоро, в ближайшее время в наших странах тоже будут делать круто, классно и правильно. Хотя тут тоже очень много нюансов. Я не урбанист по профессии, хотя интересуюсь этой темой. Я думаю, что тут много есть вещей, которые можно прицепиться, которые сделаны не до конца правильно. Даже разделение, например, между пешеходной и велодорожкой. Ну, в общем, обобщаясь, как обычному человеку, мне все очень нравится. Все хорошо сделано, правильно и красиво. Вот так, ребята, выглядит паркомат. Мы сейчас находимся в подстрефе Б. Есть подстрефа А. Подстрефа Б, она дешевле. Она подальше от центра. Вот так выглядит билетик. Паркинг на час стоит 2 злотых. Что в переводе на гривен будет 14 гривен. В рубли это будет, получается, 34 рубля. Примерно. И вот в таком вот райончике мы запарковались. Как вы видите, старые дома их переделывают. А вот старый дом еще не переделан. И вот так вот стремно выглядит. Очень стремно. Ну, приехал я сюда вам показать один очень интересный проект, который сделан в рамах этой ревитализации, этой программы, которая идет на Орлодзе. Вуфер, называется эти улицы. Что, по сути, это такое? Это улицы вот в старом районе, которые очень качественно, красно, красиво сделаны. Вот мы видим эти вуферы. Вот. Вдоль этой улицы. Мы сейчас на улице Пагановскегу. Мы видим такие вот красиво отремонтированные улицы. Можно так сказать, да, потому что это именно они и есть. Высажены зеленью. Сейчас по такой прогуляемся. Что мы видим? Мы видим хорошо сделанную дорогу. Деревья. Хорошо изменялся, а то нет? Деревья высаженные. И вот такие вот места для парковки. Дома вдоль этой улицы могут быть не в самом лучшем состоянии, как вот здесь вот. Но при этом, благодаря... За счет того, что улица сделана хорошо, эти дома не настолько портят вид. И на таких... В таком районе даже приятнее жить, чем в районе, там, где убита улица. И убитые дома ходят. И дома, вот я, как я говорил, убитые. Это достаточно большой минус. Рискану попробуем вам показать, как живут люди старых в городе в Лодзе. Вот мы видим такие вот подъезды. Так вот это все выглядит. Вот так вот сушат, получается, вещи. И вот тут вот хранят свои вещи. То есть это вот, я считаю, это жопа. Вот это жопа. Ну, в такой вот жопе. Существуют даже вполне нормальные квартиры. Но часто живет много неблагополучных семей. И так вот оно все в реальности выглядит. Попробую зайти вовнутрь. И показать вам 10-й ту клетку. Вот так тут много почтовых ящиков. И обязательно будет 100 грамм еды, питые. И вот так вот все выглядит. Я, наверное, отсюда пойду, потому что могу получить по голове такое. Запах тоже здесь достаточно не лучший. Сейчас находимся на улице Венсковскегу. Вот очень классное умное решение придумано. То есть там идет широкая двухполосная дорога. И чтобы снизить скорость, они, получается, сделали ее однополосной. Сделали такой длинный бордюр. И вот такой классный пешеходный переход. Совсем сделанный. Хотя вот эти вруфы, они идут вот туда и туда. Улица Венсковскега, она совсем простая, обычная. Я думаю, что ее когда-то отремонтируют. И вот сразу видно разницу, такую значительную разницу, между отремонтированной улицей и нет. Тут мы видим очень вытоптанную, если это газоном можно назвать, просто вытоптанную траву. Деревья хоть и высажены, но это уже не выглядит так аккуратно, как выглядело на соседней улице. И здания вокруг, они тоже за счет того, что нету отремонтированной улицы, выглядят похуже. Хотя вот, как видно, среди старых зданий тоже встречаются здания с эпохи социализма, построенные там 40-50 лет назад, но тоже хорошо отремонтированные. Мне вот интересный вопрос. Они сразу же строились с таким фасадом, или их эти все социалистические здания ремонтировали уже после, так сказать, распада ПРН, после того, как Польша обрела третью независимую. Это интересный вопрос. И сейчас мы переходим с Венсковскега на улицу 28-го Кулка-Сшельцев-Каневских. И снова мы видим очень красивый груз. Вернее, сейчас прямо увидим. Вот так это выглядит. Засажены, офигенно засажены цветы. Аккуратные сделаны тротуары. Вот какая-то даже есть. Секундочку. Вроде как детская площадка. Нет, это общественное пространство. С... Пикнул мне водитель. Я его не увидел. Это общественное пространство. Очень прикольно сделано. Как мы видим, вот такие вот лавочки. Немножко они засранные. Вот такие вот штуки стоят, чтобы машины здесь, наверное, не парковались. И нет. Может, это какой-то элемент декора. Такие яйца. Не знаю. Может, они светятся ночью. Да. Они ночью. А, нет. Это простой камень. Я не знаю, зачем такие яйца ставили. Особенно здесь. В общем, такие яйца стоят. И вот не детская площадка, а просто две качельки. И... Вот так вот это выглядит. Итак, ребята, продолжаем прогулку по старому полещу. Сейчас я нахожусь возле таких вот симпатичных черных новостроев. С черным фасадом. По сути, я нахожусь возле центра старого полеща. Вот передо мной Кубис Хотель. И Макдональдс. Макдональдс, в который часто приезжаю выпить кофе. И сейчас пойдем погуляем. Покажу вам, как симпатично выглядит этот район. Кстати, от этого места я живу примерно в пяти минутах ходьбы. Итак, продолжаем. Впереди меня видим фабрику. Бывшую фабрику, которая в данный момент действует как тоже какое-либо предприятие. Том-Том, фирма. Честно говоря, я даже не знаю, что это за фирма. Но вот отреставрировала фабрику, построила такие симпатичные здания. Дальше вдоль улицы, как мы видим, идет велодорожка. Единственный определенный минус это этот заезд. Он достаточно опасный, потому что камыш закрывает вид на велосипеды и поворачивая направо очень плохой обзор. А часто велики гонят и в быстрой скорости пересекают в принципе этот переезд. И можно не заметить, и не дай бог, что-то нехорошее случится. Дальше вы видите тут тоже фирма Uniqua, или Unica, я не знаю, как правильно произносится это название. Но тоже, видим, это здание бывшей фабрики, которая в нынешний момент является какой-то фирмой, что я считаю, очень крутым. Вот мы уже и перешли дорогу и попадаем в такой прекрасный парк. Это парк Понятовскегу. И он находится прямо посреди, можно сказать, района Палеша. Парк очень крутой, потому что он достаточно большой. Тут есть озеро, тут есть просто такие аллейки, по которым можно погулять. И он достаточно симпатичный. Тут мы видим такое прикольное место, вот такая вот выбоина, в которой сделали, искусственно сделали такой вот велотрек, на котором вот детишки, как мы видим, катаются на великах. Притом это все очень круто выглядит, очень натурально, нет никакого бетона, и это круто. Виднеется отель Хилтон, и сейчас я подойду к очередному социалистическому наследию Польши. это к наземному пешеходному переходу. На самом-то деле сложно сказать, что в этом месте можно место этого наземного перехода поставить, но он отвратительно неудобный. Мы когда-то с женой пытались сюда заехать на коляске, у нас это не получилось. Я нес коляску на руках, потому что пантузы, они отвратительно сделаны, они вот такие вот металлические, и очень-очень неудобные, то есть колесо коляски не заходило сюда по достаточно большим углом, но видно, что это в нынешнее время строилось. К сожалению, эту автомагистраль никак по-другому не перейти, как я уже говорил. Тут проходит автомагистраль, которая соединяет западную часть города с восточной, и перейти ее безопасно можно только по наземному, либо по подземному переходу. вот мы видим отель Хилтон, красивое здание, оно еще посвечивается, это один из лучших отелей в нашем городе, и вот тут прекрасный вид на там уже дальше центр, это вот наша автомагистраль, получается поехать, если ехать прямо, то заедем в туннель, если вернуть направо, то попадем как раз в мой район поляще, район, в котором я живу. А дальше у нас открывается видно прекрасно отремонтированный старый деревянный дом с такой красивой черпичной крышей, очень даже это симпатично выглядит, деревянные окна, даже не знаю, что там сейчас происходит, практически нет никаких вывесок, написано, что помощь, духовная помощь в этом домике, то есть это связано что-то с костелом здания и вот такой вот современный костел. Ребята, а на этом все, всем большое спасибо за просмотр, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите, оставляйте комментарии, а также поделитесь этим видео с друзьями, мне будет очень приятно, с вами был Дима и до новых встреч, всем пока!